Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести и через интернет. Автор сотен видео в интернете. О том, как правильно питаться, как правильно пить воду, как правильно дышать. Есть десятки видов правильного дыхания в зависимости от тех условий, в которых вы находитесь. И важно правильно менять дыхание в зависимости от переменных условий окружающей вас среды. И если вы все эти компоненты знаете, как правильно объединить в единое целое, у вас получается здоровый образ жизни. Иными словами, вы занимаетесь активной профилактикой. Если же вы что-то делаете не так, вы периодически попадаете на лечение различных заболеваний. В случае лечения у вас есть выбор. Вы можете применять средства официальной медицины. Вы также можете применять и проверенные средства народной медицины. В случае с помидорами очень интересная ситуация. Есть мнение, что если вы сезон помидоров пропустили, не употребляя их каждый день в значительных количествах, то вы многое потеряли по здоровью. Совершенно согласен с этим утверждением. Но если вы знаете, как правильно воспользоваться плюсами, которые содержатся в помидорах, и нейтрализовать те негативные особенности, которые в них также есть, безусловно, полезных продуктов питания их не существует. Есть продукты полезные или вредные в конкретных условиях. И помидоры – не исключение! Это не панацея от всех болезней! Это прекрасный продукт питания, который важно правильно использовать! Если вы летом не знали, как правильно приготовить салат из помидор, рецепт здорового салата из помидор, у вас возникли определенные сложности со здоровьем, которые могут усугубиться, когда помидоры уже находятся у большинства в заготовках. Продолжая сезон помидор, вы можете попасть на обострение заболеваний суставов. Например, обострится артроз. Либо уменьшится плотность костной ткани, обострится остеопороз. Также может обостриться гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Я уже не говорю про кариес. Такая мелочь. Зубы просто поменять суставы сложнее. Соматолог вам заменит зубов всего 32. И максимально можно сделать аж два протеза на нижнюю и верхнюю челюсть. И вы свободны. Суставов значительно больше. Их больше 200. И замена каждого это достаточно дорогое удовольствие. Если вы не знали как правильно есть помидоры. Поэтому смотрите это видео дальше. Вы узнаете некоторые нюансы как же правильно использовать помидоры. помидоры. Чтобы ваше здоровье реально укреплялось. Ну а врачи в большей степени думали как вам помочь теоретически. Чем практически на приеме. Смотрите видео дальше. Собственно помидоры содержат богатейший состав биологически активных веществ. Правильное использование которых позволяет заниматься активной профилактикой либо даже лечением ну таких серьезных заболеваний. помидоры. Например как кардиологические, онкологические. Помогает укреплять иммунитет. Помогает не попасть либо выводить из депрессии. Если вы ведете физически активный образ жизни. Либо у вас работа связана с интеллектуальными нагрузками. Помидоры также помогают обеспечить эти виды активности. И со временем такое видео я напишу на канале. Но! Лечебно-профилактический эффект во многом зависит от количества помидор которые вы можете использовать. Но! Правильно использовать! Потому как от количества употребленных в пищу помидоров зависит возрастающий негативный эффект от одного очень сложного компонента. Который легко нейтрализовать и ваше здоровье сохранить. Если же вы не знаете как правильно приготовить салат из помидоров. Этот компонент может навредить детям любого возраста. Подросткам. людям преклонного возраста любого пола. Также очень вреден большинству женщин и части мужчин. Иными словами, неправильно приготовив салат из помидор, большинство начинает со временем попадать на различные заболевания и их лечение. Вот как правильно приготовить салат из помидор вы узнаете прямо сейчас. Есть мнение, что самая лучшая заправка для салата из помидор, обладающая самостоятельной противораковой активностью, противоатерослеротической активностью и иными словами помогает заниматься профилактикой либо лечением онкологических и кардиологических заболеваний. Это растительное масло. И действительно так! Растительное масло содержит ненасыщенные жирные кислоты, выполняющие антиоксидантную функцию. Само по себе обладая желчегонными свойствами, способствует выведению лишнего холестерина из вашего организма. Витамины А и Е, которые обычно находятся в таких маслах, также обладают широчайшим спектром профилактической активности и лечебной активности в отношении не только кардиологических и онкологических заболеваний, но и улучшают состояние крови, повышают иммунитет, улучшают зрение, активность половой системы. Но! Вот этот условно вредный компонент, почему условный? Потому что его легко нейтрализовать. Растительное масло не нейтрализует. И станете вы использовать подсолнечное, кукурузное масло, оливковое, либо иное другое, результат будет один и тот же. Чем больше вы будете употреблять такой салат из помидор, тем чаще будет обостряться у женщин цистит, уретрит, у мужчин дополнительным бонусом. Простатит, аденома простаты может обостриться, начать более бурное развитие. Также могут в почках образовываться соли, может быть камни даже образовываться с развитием пилонефрита. А это уже поход в сторону почечной недостаточности. Мелочь в виде боли в суставах можно списать на погоду, на какие-то другие ситуации. Но! Она чаще всего возникает, когда вы салат из помидор заправляете неправильно. Остый опороз не болит, но неприятный сюрприз проведя денситометрию вы можете также получить. Поэтому растительное масло не самая лучшая заправка для салата из помидор. И не важно там будут вместе с помидорами огурцы, яблоки, капуста, другие ингредиенты. Заправка должна быть другой. И самая лучшая заправка. Вы о ней узнаете прямо сейчас. Самая лучшая заправка для салата из помидор, для детей любого возраста, для подростков, для женщин до климакса и молодых мужчин это обычная натуральная сметана. Делаю акцент на слове натуральная. Она должна быть реально сметаной, а не имитацией таковой. Жирность в данном случае не имеет значения. Сметана любой жирности, даже с избытком холестерина в эти возрастные периоды или в зависимости от пола не может изменить состояние сосудов и спровоцировать там атеросклероз. Но если у вас слишком грубо не изменен обмен веществ. Для мужчин более зрелого возраста и женщинам, прошедших к состоянию климакс, я бы советовал вместо сметаны использовать обычный йогурт. Жирность должна быть от 2,5%. Йогурт не должен быть пресным. Иначе вам нужно будет доусовершенствовать свою заправку. И в этом случае, он обладая желчегонными свойствами способствует удалению холестерина. И самое главное, и сметана, и йогурт блокируют этот условно вредный компонент. Он становится безопасным. Для проверки вы можете сделать капрограмму. И вам должны, если анализ кала действительно реально делали, один из компонентов вам должны написать, что в кале обнаружены оксалаты кальция в большом количестве. Потому, как этот условно вредный компонент это щавелевая кислота. При встрече с кальцием, который есть в сметане, но значительно больше его в йогурте, можете, конечно, заправлять кефиром. Это выбор ваш. Главное, принципиальное продукт должен быть молочный. Лучше кисломолочный. Там есть кальций. Кальций при встрече с щавелевой кислотой образует в месте встречи нерастворимый оксалат кальция. Который в данном случае, проходя по кишечнику, не может вынести ни одной молекулы кальция, ни одного атома кальция из вашего организма. Если же вы заправляете салат из помидор не молочными либо кисломолочными продуктами, а иными продуктами, щавелевая киста попадает в кровь. Лучший для вас вариант, встретившись с кальцием, выделяется через почки и провоцирует обострение у женщин цистита, уретрита, у мужчин еще и простатита, либо аденомы. В худшем варианте, выделяясь этим же путем, кристаллы кальция, оксалата кальция накапливаются в лоханках почек, появляется солевой диатез, мочекаменная болезнь. В этой ситуации развивается цистопиелит, пилонефрит. А пилонефрит это номер один по развитию почечной недостаточности. Конечно, щавелевая киста может удаляться и иным путем. Дублер почек это потовые железы. Частично может выделяться через кожу, провоцируя вас на поход к дерматологу и лечение не существующих кожных заболеваний. Которые связаны не с тем, что как-то плохо выглядит ваша кожа. Нужно как-то ей помочь. А связано просто с неправильным питанием. Вы просто не знали, как правильно заправить салат из помидор. В этом случае вы знаете, как это делать правильно. Если вы эту ошибку повторять регулярно не будете, ваш уровень здоровья будет достаточно высок. то профилактика онкологических, кардиологических заболеваний будет реальной. Ну а развитие сопутствующих употреблению, неправильному употреблению помидор заболеваний будет нереальной. Если же у вас консервация уже есть, то важно ею правильно воспользоваться. И как это сделать правильно, вы узнаете прямо сейчас. Отношение к разным видам домашней консервации, содержащей помидоры неоднозначны. Если вы заготовили помидоры в виде томатной пасты, кетчупа, аджики, в данном случае вы их используете небольшими количествами, улучшая вкусовые качества других продуктов питания либо блюд. Вы получаете больше полезных веществ из других источников. А помидоры в данном случае только помогают вам это сделать. Потому как чаще всего с ними есть и другие компоненты, облегчающие процесс переваривания пищи. А небольшое количество щавелевой кислоты не может существенно повлиять на обмен кальция в вашем организме и вызвать обострение тех или иных заболеваний. Значительно сложнее, если вы приготовили томатный сок. Либо законсервировали помидоры в целом виде, неважно в собственном соку, либо в рассоле, в маринаде. В этом случае употребляют чаще всего в более значительных количествах. И здесь на обмен кальция щавелевая кислота уже повлиять может. И очень сложно удержаться в рамках, используя малыми порциями 2-3 глотка томатного сока. И все! Так же как вы используете ложку 2 кетчупа. Одинаковое количество щавелевой кислоты. Кетчуп, понятно, много не съешь. А томатный сок можно выпить залпом целую банку. И вот здесь возникают свои сложности и свои ограничения. Иными словами, если вы смотрите на свой рот. Смотрите на тех, кто старше вас. И вы связаны кровными узами. И смотрите, если у них есть вышеперечисленные заболевания, о которых я уже говорил. Вам лучше взять 3-х литровую банку томатов и идти с ней в гости. Там вы съели 1-2 помидорчика. Вряд ли они повлияют жестко на ваш уровень здоровья. В отличие от того, если вы 3-х литровую банку открыли. И семья из нескольких человек не будет растяять удовольствие на протяжении недели. Во-первых, помидоры могут прокиснуть. Во-вторых, кто же ограничивается, если банка открыта уже. И вот здесь можно попасть на различные сюрпризы, о которых я уже рассказал. Чтобы вы на них не попадали. Не забудьте подписаться на этот мой канал. Или найдите в интернете есть еще один канал Школа Доктора Скачко. Там тоже последовательно дается информация. Если на этом канале я даю видео на те темы, которые приходят по сезону. Эта тема подсказана. Попросили написать мои пациенты буквально несколько дней назад. Я посмотрел и решил, можно быстро написать такое интересное видео. На канале Школа Доктора Скачко я рассказываю больше о последовательных шагах, которые вы должны делать. Чтобы у вас образ жизни был более здоровым. А болезни вас посещали реже. Лучше вы занимаетесь профилактикой. Чем потеряв часть здоровья, будете заниматься лечением. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео. Чтобы не хромать вдвоем по случаю артроза. Либо не стоять в очереди за кем-то. Потому как когда обостряется солевой диатез, цистит, уретрит, простатит. Частота мочеиспусканий резко увеличивается. А частота когда санузел свободен резко уменьшается. Чтобы вы не занимались неправильными действиями. А правильно вели правильный и более здоровый образ жизни. Не забывайте смотреть видео на моем канале. Для этого проще подписаться. Тогда уведомление о нем придет вам в почту. А я это видео буду заканчивать и подумаю. Какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия. для вас. До новых встреч на моих каналах.